Приветствую вас, братья и сестры! Хотел бы начать с текста, который записан филиппийцем, 2 глава. Прочитаю 6 стиха, несколько стихов ниже. Здесь сказано следующее. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. Вы знаете, мы с вами христиане, да, и вот по сути, практически в повседневной жизни, это уже после того, как Христос возродил нас, поменял нас изнутри, адаптировал нас как детей. В повседневной жизни быть христианином означает быть его учеником, да. Мы последователи его, и мы идем по жизни, мы смотрим на то, как вел себя Христос в определенных ситуациях, да, и мы пытаемся преобразить это в своей жизни, уподобляемся в его, пытаемся уподобляться в его образ, да, как ученики пытаются взять что-то от своего учителя, да, и мы копируем что-то с его жизни в свою жизнь. И в этом, в общем-то, суть христианства. И смотрите, вот здесь написано, что он смирил себя. Я думаю, что это такая часть, которая не каждому человеку охота копировать, да. Это, может быть, кто-то даже думает, что это контрпродуктивно, потому что, ну, уступишь, смиришься один раз, сядут на шею, потом по головам пойдут, да. И поэтому многие люди вообще не хотят даже об этом, как бы, думать, разговаривать. Ну, смотрите, у Бога все не как у людей, да, он все, у него все по-другому. И написано, из-за того, что Христос смирил себя, Бог превозносит его. Он дает ему имя выше всякого имени. На сегодняшний день нету никого имени равным Иисусу, звания такого нету. И не только это, 10 стих говорит, что в конце концов пред именем его преклонится всякое колено, да. Вот те, которые там, когда распинали Христа, они думали, что все, мы на коне. Да, все преклонятся. Когда те люди, которые кулаками в небо машут, когда-то придет время, столкнувшись со святостью, величием, всемогуществом Божьим, эти люди растают, как свечка перед атомным взрывом. Они упадут там, да, никто там стоять не будет. И кто-то может это сделать добровольно сейчас, да, признать Христа владыкой, признать себя грешником. А кто-то не совсем добровольно, но пред ним в видимом или невидимом мире, может быть, духовные силы сопротивляются сейчас. Будет эта война, все смирятся. В конце концов, пред ним преклонится всякое колено. И знаете, вот это вот то, как оно работает, в общем-то, в христианской жизни. Путь вверх всегда идет через какие-то долины, через вот смирение, да. И можно сказать, этот духовный закон описывает апостол Петр, да, когда он говорит, смиритесь под крепкую руку Божью и вознесет вас свое время. И для того, чтобы Бог мог вознести человека, да, скажем, использовать его повыше, он должен научиться смиряться. Должен, это, можно сказать, такое обязательное и для многих людей невыполнимое требование. И многие люди хотели бы, может быть, куда-то там быть, иметь инфлуенс как-то там, да, и что-то такое. И, может быть, не просто мечтали бы, а молятся, серьезно молятся об этом. И ничего не происходит. И знаете, причина может быть потому, что Яков говорит, просите, ну, не на добро, да, а для того, чтобы потребить для своих похотей. То есть, если мотивы неправильные, если мотив, я хочу какую-то вот свою гордость приподнять или еще что-то, то Бог может поставить ограничения, да, Он может не дать. Ну, даже если, скажем, в случаях, если человек на своих каких-то вот интеллекте, да, способный, ну, Богом данных, пробирается. Соломон говорит, опасность в этом случае заключается в том, что погибели предшествует гордость и падению надменности. И в таком случае, знаете, это как бы очень будет неприятно, если Бог вот так берет, обваливает все. Для человека, который как-то уже сильно много о себе думает, это будет очень неприятно. Поэтому лучший путь, это когда вот человек идет правильным путем, через смирение. Помните вот эту притчу, когда Христос говорит, когда приходишь на пир, не думай, что о себе, ну, я такой важный, я дозастоен сесть спереди. Не проходи туда, потому что, а вдруг про тебя забыли или подумали, что какие-то есть более важные гости. И подойдут и скажут, слушай, можешь пересесть чуть-чуть, у нас не хватает здесь мест, мы что-нибудь придумаем. Или наоборот, будет очень некрасиво, говорит, либо наоборот, говорит, смирись сразу. Сядь, не подразумевай, что для меня там есть место. Сядь сзади, и если тебя проведут, если для тебя это, то тебе будет честь, да. Ну, и знаете, еще, в Откровении, вот когда он говорит, что если я подниму, то никто не опустит, а если я опущу, то не поднимет никто, да. Он говорит, если я закрою, это церковь Филадельфии, он говорит, если открываю дверь, никто не закроет, закрой, никто не откроет. И вот там он тоже говорит о смирении, он говорит, есть люди, которые говорят о себе, что они иудеи, но они не таковы. Говорит, смирись, потерпи, и я сделаю так, вот в английском языке есть такое слово, table will turn around. Я сделаю так, что все поменяется, да, в конце концов я сделаю, что они придут поклониться. Ну, anyway, я хотел бы немного поговорить о том, как Бог достигает вот того, чтобы смирить человека сегодня. Буквально три мысли хотел бы выделить, что как Бог работает в жизни человека. И первые две мысли, я хотел бы их как бы объединить, можно сказать. Они разные, но они похожи. И на третье я хотел бы остановиться более детально. Иногда Бог через определенные виды скорбей работает человеком, да, какие-то потрясения, переживания, которые приходят в жизнь человека. И, возможно, иногда это бывает, если в первом случае, это бывает иногда из-за каких-то грехов человека, да. Возможно, человек упорствует в каком-то грехе, или, возможно, человек ничего не думает насчет этого. Он думает, что все нормально, а у Бога другое мнение. Или, может, человек огорчил кого-то, и Бог хочет, чтобы человек поменялся, покаялся, да. И вот Бог как бы прижимает человека, да, и человек как бы смиряется. Ну, в таком случае этот вид смирения, он как бы вынужденный, да, человек зажат в угол, но он тоже имеет свой смысл, свою цель, свое значение. Но я хотел бы не останавливаться здесь. Следующее, это когда в какие-то вот скорби, переживания тоже приходят в жизнь человека, но они приходят как испытания веры, да. И вот когда вот человек сталкивается с чем-то, и он, может, не понимает, от чего. Он молится, говорит, Господи, что происходит, ему нужно смириться. И, конечно же, официальный пример, библейский официальный пример вот этого, это Иев, да. Иев, это человек, про которого Бог говорит, это был человек достойный, да, он ничего плохого не сделал. И вот Иев, вообще на сегодняшний день, мне кажется, очень мало людей, какой бы особый уровень духовности они не были, которые смогли бы пройти то, что прошел Иев, и отреагировать так, как отреагировал он. Хотя, кто-то может сказать, что, ну, что он реагировал, он вначале, вроде было нормально у него, там, наг, я пришел, наг, возвращусь, конец у него хороший, как бы, ну, и то, когда Бог ему говорит, припаяшься, я с тобой как с мужчиной поговорю, и он закрывает рот, говорит, все, больше ничего не скажу. Ну, посередине там очень много возмущения, да, и он такую тоненькую грань эту проходит, но он все-таки ее проходит, да. И вот, ну, его просто по-человечески можно понять, да, когда на тебя все вот это вот валится, вот так вот, как водопад, не успел один уйти, второй, третий, четвертый, да, потом это болезнь, он гниет заживо, он начинает скоблить себя, потому что оно высыхает, и потом в конце приходят друзья, которые говорят, ты согрешил, вот у нас точно откровение, знаем все, ты согрешил. И он говорит, ребят, ну, я не такой бестолковый человек, я в городе сидел, вы что думаете, мне все это нравится, я еще специально сижу тут, мучаю себя, говорит, я уже тысячу раз все передумал, и говорит, все, что здесь происходит, не соответствует. Вообще Иев был человек небезгрешный, он говорит, ну, это не соответствует тому, что я, как бы, делал в жизни. Человек может по пальцу ударить молотком, и у него плохое слово выскочит, да, скажем, и за всякое праздное слово человек даст отчет. Но человек может этим молотком и пробить кому-то голову, и потом человек умрет или улыбаться будет. Отвечать будет, придется по-разному. И Иев говорит, я никому ничего такого не делал. И друзья говорят, врешь, ты делал, такое не происходит просто так, да. И вот, получается, Иев в таком напряжении все это проходит, да, но он проходит. И вы знаете, Бог не дает сверхсил. Он не искушается злом и не дает сверхсил. И он никогда не даст, вот знаете, вот столько, что человека сломать, и человек пойдет там повешается, скажем. Бог никогда не дает сверхсил. Человек может своими грехами загнать себя в угол, да. И многие люди, неверующие люди, да, вот этот закон сияния жатвы, он работает. Человек зажимает себя в угол и иногда доводит себя. Но Бог никогда так не поступает. И все, что Бог делает, Он делает так, чтобы было лучше, да, для человека. Он делает, чтобы это было во благо. И смотрите, Бог знает, что Иев может это пройти, да. Он знает, что когда, и вы знаете, когда человек входит вот в такие вот испытания, он никогда не выйдет одинаковым. Вот когда вот он проходит этот огонь испытания веры, он никогда не выйдет тем же, который... Он придет к какой-то определенной развилке, где он может взять один или другой поворот. И если он возьмет поворот неправильный, он может, конечно, ожесточиться, наломать дров, сделать какие-то неправильные решения, огорчиться против Бога даже. А может пойти правильным путем. Но Бог знает, что у него есть все возможности взять этот правильный путь и пройти достаточно сил. И Бог не даст сверхсил. И Он знает, если этот человек пройдет, он получит определенные большие благословения. Человек сам поменяется. И, в общем-то, за Иева даже сказано, да, не только Бог физически его благословил в два раза там все, даже детей, да, ну, то есть 20 у него тотал получилось в конце, когда он придет на небо. Ну, с точки зрения Ветхого Завета, это явные благословения. У них все благословения были связаны с землей, да, тысячелетнее царство. Это все, к чему они как бы вот так стремились о Ветхом Завете. Ну, может, кроме Авраама написано, что город, которого художник-строитель Бог. Но так вообще обетования у них были связаны с землей. И люди смотрели явно благословенно. Но не только это. И написано, что когда он прошел все это, он говорит, знаете, вот до того, как я вошел в это, я, говорит, как бы сквозь... Не, он там говорит, что я как краем уха слышал о Боге, да, по-моему. А, говорит, вот теперь я прошел это, и, говорит, как явно, духовно вырос человек, да, поменялся. Он говорит, я вот явно вижу как будто Бога. Хотя Иев не был такой, знаете, простой человек. Это был весьма религиозный человек. Все эти жертвоприношения, каждый день на каждого ребенка. Мало людей в мире было на тот момент, даже на сегодня, кто вот так серьезно, религиозно вот так вот подходил к этому всему делу. Иев очень серьезный. И он говорит, все это была такая ерунда, говорит, по сравнению с тем, как я сейчас понимаю и вижу Бога. И вы знаете, Бог не только был... Смотрите, если в первом случае, когда, если какие-то испытания, сложности, когда Бог прижимает человека, происходят в жизни человека, и человек смиряется, кается и меняется, то практически это прекращается. Да, Богу нет смысла давить на этого человека дальше, потому что, ну, как бы, Бог достиг того, чего он хотел в жизни этого человека. Но во втором случае Иев не понимает, что происходит, да? Он не знает, почему это происходит, когда это закончится, зачем это происходит. Он не знает, как это закончить и когда это закончится. И вот поэтому я говорю, что эти два смирения, может, они как-то похожи, потому что используется вот какое-то давление, вот такие вот внешний фактор, когда Бог. Но они оба имеют свою цель. Но есть еще одно смирение. Это то, которое вот здесь филиппийцам описывает Христос для нас. Это смирение добровольное. Добровольное, когда у человека есть выбор. У Христа был выбор, да? Он не обязан был идти на Голгофу. Он вообще не обязан был приходить сюда на землю. Сам факт его прихода на землю, это был огромный фактор смирения. Тот, который не помещала вселенная, помещается в маленькую точку, в эту плоть, да? Может, он оставляет какие-то атрибюты. Он смиряется, придя на землю. Потом он проходит этот Голгофский путь. Он не обязан его был проходить. Это не ему нужно было, это нам нужно было. Он смиряется ради нас, проходит это, да? И помните, он Петру говорит, говорит, для меня нет проблем закончить это все. Прямо сейчас могу без проблем взять и закончить все это. И, говорит, по одному моему слову придет 12 легионов ангелов, ну, десятки тысяч там. И, говорит, все, кто там виноваты, все, кто смеялись, поменяли стороны, да? Все, кто там, которые за ним ходили, а теперь за фарисеев. Он говорит, теперь те, которые исполнители, все будут наказаны. Это не проблема закончена. Он говорит, если я так поступлю. Проблема, он Петру объясняет и говорит, как в таком случае исполнится воля Божья. Вот на чем он переживал. И, знаете, даже когда в первых случаях, вот первые два примера я говорил, когда человек проходит какие-то испытания, вот о чем нужно думать. Как исполнится воля Божья. Потому что иногда люди сразу все, в голодовку, мы ничего не знаем, мы хотим, чтобы так решилось. А откуда я знаю, что я именно так нужно это решить? Откуда я знаю, что Бог не хочет прославиться через это? Откуда я знаю, что это не должен быть пример для кого-то? Почему я должен решить именно вот так вот это все? И я не хочу ни о чем больше слышать, когда проходят какие-то испытания. Вот именно об этом Христос думает. Как исполнится воля Божья, если я добьюсь своего, да, если будет по-моему? И вы знаете, если вот, скажем, в жизни человек проходит, и если вот первые два примера, они такие, знаете, ну, я не думаю, что они так часто случаются в жизни людей. Вот на третье, я бы сказал бы, оно больше, более такое актуально, да, это когда мы сталкиваемся с какой-то нечестностью, несправедливостью, такой наглостью или еще чем-то неприятно, да, когда у нас есть рычаги решить эту проблему совсем по-другому, да. Ну, Дух Святой мотивирует меня и говорит, реши это вот так, да, уступи, смирись, да, ради мира, ради примера для неверующих или еще как-то, сделай по-другому, да, смирися. Да, и вот такое вот смирение, когда у меня есть все возможности и показать, что я не такой простой, но я уступаю, да, я смиряюся. Вот это то, что очень ценно и то, что Бог, за что будет огромная награда, знаете, и не только, это будет награда не только здесь на земле, и, наверное, даже чаще, даже, может быть, вы не заметите эту награду здесь на земле, но такой человек должен помнить, что перед Богом пишется памятная книга, и ничего не проходит, так, знаете, промелькнуло и все забыли. За это будет огромная награда. И многие люди это как бы не сильно концентрируются на этом. Для многих людей, вот знаете, вот пословица, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Этот журавль, кто его знает, где он там будет, и будет ли он вообще, и достигну ли я его, и когда это будет, да. А вот эта синица, и здесь за эти свои интересы я поборюсь, да так, что на пролом пойду, да, чтобы ни капельки я своих интересов не потерял. И вот многие люди так относятся к этому, что это что-то где-то там далеко. Но вы знаете, на самом деле есть огромное благословение, есть награда, и не все будут одинаково получать. Вот те, которые научились осмиряться, уступать, да, они получат огромную награду. Когда Христос в заповеди блаженства, он говорит как раз, он вообще там характер Бога описан, блаженны миротворцы, блаженны кроткие, все это. И вот когда он говорит о кротких людях, которые могут смиряться, он говорит, они наследуют землю, будет какое-то наследство. Не у всех будет одинаково, не все получат одинаково. И блудный сын хороший пример для этого, да. Он остался сыном, его восстановили как сына, но наследства у него не стало. Отец даже легально не мог прийти к старшему и сказать, старший, ну, младший одумался, давай как-то твое теперь поделим еще. Это нельзя было делать. Поэтому он остался сыном, ну, ничего не проходит бесследно. Многие люди, ну, закинули назад и больше не вспоминают. Когда мы придем на судилище Христово, все это раскроется. Мы будем судимы по нашим делам. Наше спасение не будет под вопросом. Ну, дела наши, то, как мы жили, все шло либо в плюс, либо в минус. Это все будет иметь огромное значение. Поэтому нужно об этом помнить. Оно не проходит все бесследно. И каждый раз, когда мы добиваемся своего или смиряемся, оно либо туда, либо сюда идет. И, опять же, не только блудный сын. И Исаак, Иаков, да, хороший пример, когда Исаак благословляет не того. И, опять же, знаете, Иаков должен был благословен быть. Бог обещал это. Но каждый раз, когда люди пытаются помочь Богу, они наломают дров. Иаков, Сара с Авраамом, да, Ревека здесь, она потом больше никогда не увидит своего сына. Она умрет и не увидит. И сам Исаак, там, Иаков будет собирать все эти последствия, да, там, у Илавана. И потом, когда он возвращается, помните, не просто так ангел с ним боролся. Почему он его прижимает и говорит, как твое имя? Что, он не знал его имя? Он ушел оттуда, обманув, что я Исаак. И он его прижимает, говорит, ты не Исаак, ты Иаков, да, он говорит, как твое имя? И вот он должен был, в общем-то, и так по-нормальному эти благословения получить. Просто люди думают, ну, такая грань подошла, но сейчас все обвалится, да, надо помочь Богу. И вот когда он приходит и говорит, что Исаак приходит обратно и говорит, отец, он со слезами просит и говорит, отец, благослови меня, я тоже хочу благословения. А тот говорит, не могу. Говорит, ну, казалось бы, ну, что это такое, слова какие-то сказал? Повтори эти же слова и этому сыну. Что тебе, тяжело, что ли? Это же не какой-то чек там выписанный. Даже если это чек, аннулируй его, выпиши другой чек. Он говорит, не могу, он уже его раскешил, все, это дан дел. И у него не был такой безограниченный аккаунт, что он мог писать сколько хочешь. Да, это было ограничено, он не мог ему просто за этими словами, это не были просто слова, за этими словами стоял Бог, и за этими словами стояли реальные духовные благословения, и они не были безграничны для всех, и для одного, и для второго. Они были ограничены. И вот это нужно помнить. Когда мы смиряемся, мы получаем какие-то благословения, и это очень ценно, вот такое смирение, ценно в глазах Божьих. Когда человек проходит какие-то трудности, и он не говорит, да что бы со мной так разговаривали, да что бы там, я тут, я там что-то из себя покажу, или еще что-то. А смиряется и делает, да, то, что Бог его мотивирует, говорит, он идет вот этим путем. Я помню, когда в детстве мы там, я не знаю, какой-то вот маленький еще, я даже не помню, в чем была проблема, дети, братья, сестры там спорим, и видимо спорт был такой непонятный, что папа не мог разобраться. И он пришел, говорит, вот кто умнее, тот уступит. И мне казалось, ну вот как если я свои вот эти там интересы в песочнице проиграю, чем я умнее буду, хотя наверняка там ничего важного не было, но когда подрастаешь, понимаешь, что на самом деле это так и есть. Когда ты тот человек, который может смотреть на 2-3 шага вперед, и он думает, вот сейчас я добьюсь своего, да, я пойду на пролом, поломаю отношения, может быть там начнется какая-то обида. Когда обида в сердце заходит, все, там дьявол берет руль, и вы уже практически не контролируете ситуацию, там уже он рулит, да. Это очень тяжело. И человек, когда смотрит на все эти последствия, он думает, а зачем оно мне надо? Там если меня обвиняют, да ты, вот там виновата всем, whatever, меня не убудет, я лучше признаю, возьму себя на вину, но завтра с улыбкой это пройду, но завтра это будет все мирно и спокойно. А другой человек может на пролом идти, да, ему все равно как долго будет конфликт, ему все равно, что там будет после этого, ему эту синицу надо взять вот так вот, и он добивается своих интересов. И вот поэтому тот, который может предвидеть наперед, он отойдет в сторону, да, и уступит. И вот опять же, этот человек такой обычно понимает, что перед Богом пишется эта книга, это все не проходит напрасно. И я хотел бы, чтобы мы об этом вот помнили, думали, что чтобы мы не возжигали вокруг себя вот этот круг мира, да, чтобы когда есть возможность, если есть возможность с нашей стороны, надо иметь мир со всеми людьми, чтобы мы учились осмиряться. И что это нелегкое, но иногда очень важное и ценное решение, о котором человек никогда не пожалеет. Бог обязательно вознаградит такого человека, который научится это делать. Аминь. Давайте помолимся. Аминь. Аминь.